13 сентября в Храчево-Черкесии состоится единый день голосования. Жители районов и городов республики, за исключением Черкеска, будут выбирать органы муниципальной власти. Как пройдут выборы в условиях пандемии COVID-19, как организована работа избирательных участков по минимизации риска заражения, выясняла Мадина Каракетова. 13 сентября 48 поселений республики должны будут обрести представительную власть. Свой выбор должны будут сделать 82 тысячи жителей городов и районов Карачаева-Черкесии. По словам специалистов республиканской избирательной комиссии, выборы предстоят конкурентными, поскольку мандатов к распределению 364, а кандидатов выдвинуто более 800. Светлана Семенова, председатель участковой избирательной комиссии 192 села Дружба, вот уже несколько дней практически живет на избирательном участке. Выборы депутатов – очень ответственное событие, поэтому важна не только организация избирательного процесса на вверенном ей участке, но и обеспечение безопасности членов комиссии, наблюдателей и избирателей. Ведь выборы проходят в условиях эпидемиологической угрозы. Избиратель, который к нам придет на участок, он будет получать личную ручку, перчатки, маску и при этом будет проходить дезинфекцию, вплоть до того, что он будет вытирать свою специально обработанный коврик. Избирательный участок 192, как и большинство участков в республике, уже заранее оснащен средствами индивидуальной защиты. Выполнены условия социальной дистанции, на участках будут дежурить полицейские и скорая помощь. Мы все учителя в основном в этой комиссии, нам, конечно же, сложны и уроки, у нас дети тут, и поэтому администрация нашей школы в лице Картмазова Рамазана Борисовича, директора гимназии села Дружба, он предоставил нам угловой кабинет, чтобы был отдельный вход, и сюда допуск детям воспрещен. Вот, и поэтому выход, вход у нас отдельно. Такой же набор личной защиты предусмотрен для тех, кто будет голосовать на дому, рассказывает Светлана Семенова. Председатель республиканской избирательной комиссии Карачева-Черкесии Лариса Абазалиева уверена, что принимаемые меры способны очень качественно обеспечить безопасность всех участников выборов. Важнее жизни и здоровья наших земляков для нас задачи нет. Максимально сейчас принимаем решение о переносе голосования, если погода позволяет, то на свежий воздух. Разбиваем входы-выходы на участок, если участок все-таки в помещении предусматривается проветривание, дезинфекция, термометрия на входе. Такая практика уже была применена на выборах по внесению изменений в Конституции России. Она себя оправдала, рассказывает главный санитарный врач Карачева-Черкесии Сергей Бескокотов. Оно будет проводиться не в один день, а три дня, что дает нам условия для максимального разобщения всех голосующих. То есть они могут прийти либо сегодня, либо завтра, либо послезавтра. Временной разрыв. На всех участках будут соблюдаться меры предосторожности, перерывы на дезобработки и на проветривание запланированных в избирательных участках. И вот предварительно данные по голосованию, которое у нас проводилось по Конституции, у нас не было ни одной вспышки или случаев заболевания зарегистрировано именно в процессе голосования. В этом году в выборах участвуют 11 территориальных и 93 участковых избирательных комиссий. Кандидатов в муниципальную представительную власть было выдвинуто 843. Часть из них избирательными объединениями, политическими партиями. Но половина, по словам председателя избирательной комиссии Карачева-Черкесии Ларисы Абазалиевой, самовыдвиженцы. Отказ в регистрации был только у 25 кандидатов. Из 843, 25 комиссиям было отказано. Главной причиной было наличие неуказанной судимости. То, что много желающих, на мой взгляд, это очень хорошо, потому что у жителей есть возможность выбрать. Основные выборы большая муниципальная кампания пройдет в Прикубанском, Карачаевском, Зеленчувском районах. Дополнительные в Карачаевске и Юзджигути, где освободились вакантные мандаты. Депутаты уходят, занимают какие-то должности, несовместимые со статусом депутата. Поэтому образуются новые вакантные мандаты, которые тоже подлежат распределению в единый день голосования. Эта выборная кампания, уверена, председатель испубликанской избирательной комиссии, пройдет на достойном уровне. В муниципальную представительную власть будут избраны по-настоящему достойные из кандидатов, которые оправдают надежды избирателей и сделают жизнь, как в городах, так и в селах, намного качественнее. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.